Добрый вечер всем, кто проводит время вместе с нами на телеканале Москва 24 в эфире программа Правда 24 и мы ее ведущие Евгений Додолев и Лейла Естрожемская. Сегодня у нас в гостях актриса, певица и просто красавица Анастасия Стоцкая. Здравствуйте. Настя, здравствуйте. Женя, я видишь эпитеты новые. Эпитеты это не то, красавицы это не эпитеты. Если бы ты сказала офигенная, это был бы эпитет. Вот офигенная актриса, сногсшибающая красавица. Вот это эпитет. Вот приходится молодежью заниматься. А вот насчет молодежи сразу первый вопрос. Мы же говорим о мюзикле, который полумюзикл, и вы играете там совсем не молодежь. Вы играете там в Дову. Рут Монахан. Да. А вы озвучите название полное? Полумюзикл. Комедия о том, как банк грабили. А почему такое длинное название? У них создатели вообще этого спектакля, англичане. Первый спектакль, который они создали, назывался Комедия о том, как банк грабили. Тоже мы его, кстати, играем в январе в Москве. Ну вот так вот. Такой ход, наверное, какой-то. Лаконичнее, наверное, как-то звучит. Да, это лаконичнее. Потому что это такая конструкция. Банк робери, как-то так это звучит. Да. Но в этом тоже есть какая-то, видимо, цепляющая штучка. Я думаю, маркетологи поработали с этим названием. Там большая команда. Это же огромная машина. Дима Букачев — это не просто какая-то там 10 человек. А это машина, махина, которая прет уже столько лет. А что такое полумюзикл? Кто-то пошутил недавно, что полчеловека поет, полчеловека говорит. Но вообще в мюзикле музыкальный номер, он двигает действие по правилам мюзикла Бродвейского. Здесь этого как бы не происходит. Отдельно существует номер, который, так скажем, иллюстрирует то, что происходит на сцене. Там ребята, предположим, погоня какая-то. Или там какая-то драка или что-то происходит. И просто есть такой вставной номер хитов Америки конца 50-х годов. Очень крутых. Кому-то известных, кому-то неизвестных. Совершенно неважно, мне кажется, копаться в этой жанровости. Потому что даже на спектакль, который был драматический и есть, шоу пошло не так. Люди, посмотрев его, писали, что классный мюзикл, хотя там нет ни одной песни. Потому что, видимо, театр МДМ — это уже такое намоленное место музыкой. И люди приходят туда и ждут именно чего-то такого музыкального. Поэтому это было логично, что следующий спектакль все-таки решили сделать именно этот. А как вживались в образ? Постепенно. У меня всегда все происходит очень постепенно. Я не из тех артистов, вообще, кто очень хорошо проходит кастинги. Мало того, я шла на кастинг... Кстати, я прохожу кастинги, чтобы вы понимали. Никто меня не приглашает так, как звезду приглашенную. У меня здесь номерок, приклеенный на грудь. Я прихожу. Я готовила совершенно другую роль. Там еще есть роль... Главная? Режиссер Кэти была в восторге, судя по ее реакции. Но она сказала, Настя, у тебя есть буквально пять минут, выучи, пожалуйста, другую роль женскую, Рут Монахан, и возвращайся. Ну, я пошла, как смогла, выучила, вернулась. И, в общем, дальше ждала две недели результатов. Так вот, я возвращаюсь к вопросу, не обидно. Мне кажется, девочкам должно быть обидно играть персонаж, который гораздо старше, нежели... Я сыграла Флёр де Лис, я сыграла в мюзикле Кабаре Салли Боус, я сыграла Аркадину в мюзикле Чайка, я сыграла Царевну Забаву в мюзикле Летучий корабль, я сыграла Рокси Харт в мюзикле Чикаго, я сыграла Лину Ламонт в мюзикле Поющая под дождем. Сейчас, подождите, что еще? Сейчас я буду играть Аскольду, которая тоже красавица, ледяная ведьма в мюзикле Хрустальное сердце. И сколько ей лет? Так почему же мне не сыграть? Не все молодые достаточно женщины, такие, как сколько мне... Это, наоборот, это потрясающая удача. Разве ваш персонаж, он по возрасту совпадает? Какой? Рут? Рут как раз-таки нет, мне 59 лет. Да, это вдова, которая... Это же круто, это же необыкновенно круто сыграть возрастную роль. Но опять же, я же не играю в возраст там какой-то, ей 59, 59 лет женщины тоже по-разному выглядят. Мы прекрасно это знаем все. А и видим, насколько по-разному женщины могут выглядеть в этом возрасте. Вашей маме 61, по-моему. Моей маме, да, она прекрасная, красавица. Да, она выглядит, да, очень хорошо. Возраст дает просить, дает мой костюм ниже колен, но она женщина с огоньком. И у нас все артисты... Там так задумано, что все артисты... Есть мальчишка, которому там на 7 лет он меня младше, он играет. У Уоррена, которому 69. Это условность, это же театр. Есть грим. Все равно есть некая пластика, в которой я существую. Подача голосовая, возможно, какая-то другая. Главная правда во взаимоотношениях. И тогда уже никто не задумывается. А 37, Настя, она играет 50-летнюю. Все очень точно. Все влюбляются в мою рут. Я могу, в общем-то, с гордостью это заявить. А вот ради роли могли мы поправиться, например? Да, как это... Поправиться вообще не проблема. А вот похудеть... Это вечная моя история. Вот, поэтому для роли, да, для какой-то реально хорошей роли, предположим, в кино, для большого кино меняет. То есть на такие эксперименты готовы? Да, почему нет? Для роли хорошего, в хорошем кино. А почему вы с мамой худеете вместе? Почему вы так любите поесть? Нет, но вы отправляетесь. Я думаю так, это детская травма. Когда я была маленькая, я танцевала там с 5 лет. И мне всегда, ну, на танцах, это был такой прям очень серьезный ансамбль в Киеве, назывался он Кияночка, наверное, он даже есть до сих пор, такого уровня, как ансамбль Игоря Моисеева в Москве. И там все должны быть, ну, прям вот очень худые, потому что, ну, девочкам легче танцевать просто, когда они худенькие. И все время говорили, Насте, надо худеть. Хотя я была совершенно просто тощая. Я сейчас смотрю на эти фотографии, и мама мне, я помню, Настя, я только тянулась за то, Настя. И у меня вот это вот, я помню, что я ночью пробиралась, значит, в кухню, и что-то там в подол своего, в свои ночнушечки забирала, и под подушкой там что-то пыталась скушать. Ну, я так себе думаю, что, наверное, это какой-то, пережали немножко родители, вот слишком. И потом, когда я выросла, и когда я стала жить отдельно, потому что мама, пока я жила с ней, она, Настя, вот это вот было. Потому что я, ну, не знаю, может быть, это какой-то такой психотип, когда люди там, ну, когда какие-то переживания или что-то, я начинаю как-то заедать это. Кто-то, наоборот, худеет. Вот. А я такая вся очень национальная девушка. Вы, кстати, действительно напомнили, что... До 10 лет, по-моему, да? А потом экран увеличивает. Я сейчас сижу худенькая, а в экране я толстая тетя. Не уводите меня от неудобной темы. До 10 лет вы в Киеве? До 11. До 11, да? Да, потом переехали в Москву. Вас вряд ли кто-нибудь спрашивает про политику? Вообще не спрашивают. Как-то не приятно. Я думаю, ну да, 100, где 100. Да какая там политика, слушайте, я обожаю. Ну, как вы вообще относитесь к нам? Ну, Киев, да, ваш родной город. Сейчас фактически между Киевом и Москвой там, ну, говорят, что война. Да, мне грустно. У нас там дача на Кингбургской косе, куда я не могу поехать, поскольку я нахожусь в списке, который так благостно называется, миротворец. Вы попали по ценкции тоже? Да, я выступала в Донецке и в Луганск. А, а, даже так? То есть вы рецидивист просто? Ну, я рецидивист. Как написали, да, я просто пела людей, поздравляла их там с каким-то праздником безобидным абсолютно. Ну, это очень грустно, потому что, конечно, у меня родители там познакомились на берегу моря, и вообще я в Киеве уже не была давно. У меня многие уехали из Киева жить там в разные города, мои родственники. Вот, моя бабушка Вера, Царствие Небесное уже как бы. Но в любом случае мне бы хотелось приехать, я обожаю этот город. А у вас бабушка Вера, вот откуда имя-то у дочки. Бабушка Вера, да, и у моего мужа бабушка была Вера, и совершенно не было, ну, то есть, вариантов. Потому что мне очень нравится это имя. И, кстати, у нас доченька похожа на мою бабушку, такая она. Я как раз хотел спросить, почему дочь Вера, почему сын-то Александр более непонятно. Сын-то Александр, папа. Ну да, это понятно. Тем более он Александр Сергеевич. Александр Сергеевич. Кстати, вот насчет Сергеевича, насчет Сергея. У вас же теперь и в Армении родственники. Да, и в Армении. А в семье, когда что-нибудь с Арменией происходит, тоже не обсуждаете? Ну, муж там как-то переживает, там что-то. Ну, конечно, я совершенно вне всех этих. Я вообще не люблю смотреть телевизор, потому что я поняла, что он на меня очень плохо действует. Я очень близко к сердцу воспринимаю вообще какие-то вот любого рода беды, переживания человеческие. Я слишком это близко беру на себя. Поэтому я не знаю, это как-то беспечно, неправильно. А традиции армянские какие-то есть в семье сейчас? Армянские традиции. Да. Если были армянские традиции, жена бы не работала в этой, я думаю, она бы не была на сцене. Я не знаю, неправда, кстати, почему. Нет? Нет, не было никогда вообще даже разговоров о том, что ты будешь дома. Ну, свекровь строгая. Очень милая женщина, мне так повезло. Но она живет в Армении, да? Она прекрасная, да. Они скоро приезжают со своим мужем, приезжают к нам угостить. Это первый раз, когда они приезжают так надолго, на три недели. Они замечательные просто. А Настя, невестка послушная? Мне не нравится вот это выражение «послушная». Ну, у меня, конечно, на всё есть своё мнение. Вот на всё есть своё. Мы, конечно, при этом мы уже 10 лет вместе. Вот сейчас будет 6 марта. Будет 10 лет нашей любви. Вот вы работаете в жанре лицензионных, фактически, проектов, которые в оригинале все англоязычные. Да. Кстати, в этом спектакле, комедии о том, как банк граблили, все музыкальные номера поются на английском языке. На английской мове, так. На английской мове. Ну, чё муж? Мой английский очень хорош. Как? Я говорю не очень хорошо, но послушав меня, люди уверены абсолютно на 100%, что я свободно владею языком. Потому что для человека, который поёт, для него нет никакой сложности. И, в принципе, хоть на китайском пой. А я правильно понимаю, что ваша дочь младшая, она знает английских слов ровно столько же, сколько русский? Абсолютно, да. Потому что... У нас няня Филиппинка. Филиппинка, да. Как и у Сашки была няня Филиппинка. И сейчас у нас уже другая, но тоже Филиппинка. Я так понимаю, что Филиппинка, для того, чтобы она не слышала, о чём хозяева разговаривала, чтобы она не понимала. Это второй государственный язык. Конечно, это не британский английский, безусловно. Но чем отличаются наши русские и английские от филиппинского? Ну, небольшим, конечно, естественно, у них есть свой своеобразный акцент. Но, тем не менее, вот этого барьера английского языка у Сашки уже нет. И, соответственно, у Веры. Мало того, я поняла, что он думает на английском ещё очень давно. Когда ему стали сниться сны на английском языке, он стал говорить по-английски во сне. И когда я ему задала вопрос, а когда ты общаешься с Шерилл, ты строишь предложение на русском или на английском? Шерилл, это нянечка вообще. Шерилл, да. Он сказал, что нет, я думаю с ней, я переключаюсь на английский. Вот этого главного барьера не существует. Сейчас он занимается уже с носителем языка, который приходит к нам. Естественно, у неё совершенно другой словарный запас. И она непосредственно педагог английского языка. То есть у неё есть там своя методика. И это просто скачок вперёд невероятный. Александр Сергеевич хоть один мюзикл видел? Конечно. Просто непосредственно в МДМ или он по телевизору смотрит записи? Непосредственно в МДМ, да. А не рановато, нет? Так ему 8 лет. Ну да, и что? Ну первый мюзикл, который он посмотрел, был «Поющий под дождём». Там он заснул в конце первого акта. А Верочка, например, но ему было уже где-то там 4-5. Но вообще, когда мы его заводили за кулисами, он говорил, что это вы тут, чем вы тут занимались? Ему дико не нравилось. Ему вообще не нравились кулисы и театр. Он как-то всё это так. Сейчас ему это всё, конечно, больше нравится. Но не сказала бы, что прямо сильно. А вот Верочка в полтора года уже высидела на мюзикле «Летучий корабль» и сидела громче всех, аплодила. Я даже её видела со сцены. Она сидела, аплодила и кричала «Мама, мама!» То есть она прямо, она не заснула, она сидела. Она вообще у нас такая девчонка-атаманша растёт. А есть у мелких вокальные данные? Саша очень хорошо поёт. Он занимается у нас всего лишь раз в неделю, правда, фортепиано. Это я больше делаю для того, чтобы его интеллект развивать. Не для того, чтобы он стал музыкантом. Мы всё это вместе поподробнее. Игра на музыкальном инструменте задействует два полушария. И развивается аналитическое мышление, опережение ситуации. То есть это просто в принципе для всех. Вообще в некоторых странах европейских это введено как предмет, как математика. В Советском Союзе тоже были уроки музыки. Потому что интеллект развивает ничто лучше, как именно музыкальный инструмент. Это только для этого. И плюс ещё она с ним поёт, разучивает песни. Она этот педагог, да? Да, он стесняется. Ему кажется, что это немножко не мужское дело. Но я, конечно, всячески, я говорю, Сашенко, ради меня раз в неделю, только для развития интеллекта. Не для того, чтобы ты был музыкантом или певцом. Конечно, ему больше нравится заниматься футболом, но футбол тоже есть. Хотели бы, чтобы дети пошли по вашим стопам? Я бы хотела, чтобы они нашли дело, которое они необыкновенно любят. Чтобы работая, они получали удовольствие, они шли как на каторгу на работу. Чтобы это было дело их жизни. Я обожаю свою работу, но иногда, конечно, мне всё равно не тяжело даже приходить на какие-то интервью. Для меня это, конечно... Я бы просто выходила на решение, я бы просто выходила на решение и работала. Мне нравится сам вот этот процесс. Но для меня это самое главное, чтобы они нашли дело своей жизни. Новый год. Вы в семейном кругу или у вас ёлки? Да, я буду работать в мюзикл «Хрустальное сердце» с 31 декабря по 7 января. Каждый день, три раза в день у меня ёлки. Но это вообще... Это мюзикл. Это мюзикл, но я называю его коротко. Это ёлки. Я буду как раз играть несвойственную для себя роль. «Злобные волшебницы, ледяной ведьмы Аскольда». Там можно меня будет увидеть. А после последнего спектакля я еду домой, где меня будут ждать мои детки. Вот всё наше большое семейство. У нас будет армянский Новый год. Мы несколько лет с вами назад общались. Вы рассказывали, что у вас были, как бы это поизящнее выразить, ну, проблемы с дисциплиной. Ну, в том смысле, что... Во времена кого? Ну, во времена Киркорова. Вы подводили своего продюсера, зажигали там не по-детски. Я когда всё это вспоминаю, я вообще не понимаю, это была я, это вообще вот что надо было, чтобы было у человека в голове, чтобы такое количество возможностей, которые у меня были тогда, просто их... Ну, называйте вещи своими именами. Профукать? Не знаю, в общем, это было очень странно. Ну, потому что я никогда, наверное, ну, я, может быть... Я, наверное, называю это так, я просто не карьеристка. Может быть, так это назвать? Не знаю. А ещё можно заменить первые несколько букв, и даже это по-другому. Сейчас вы человек дисциплины, то есть там претензий не возникает со стороны руководства? Ну, я могу опаздывать только, если я там бегу, мне нужно ребёнка, что-то, я не успеваю, пробки на машине куда-то вот. Ну, то есть такого, чтобы я просто... Ну, хорошо, ну, конечно. Дела не приехала на интервью, потому что, ну, неохота мне почему-то там. Я вот сейчас не помню все подробности. То есть это, на самом деле, это же был такой абсолютно юношеский максимализм, потому что в 20 лет мне было, наверное, лет 14. Абсолютно по мозгам. А сейчас вам сколько, вот, ментально? Если вам в 20 было 14, то сейчас вам сколько? Сейчас сколько посчитаем? Нет, ну, это не обязательно. 37 прибавим, что там? Ну, в общем-то, я бы, конечно, многое пережила. Не было из-за влюблённости в Филиппа Бедросовича. Это просто... Конечно, я привлекала к себе внимание. Мне казалось, что обещали одно, а, в общем, не сделали. И надо вот как-то вот отомстить. Вы когда готовите, работаете над ролью, готовите образ, вы смотрите оригинал? Вот то, что, допустим, вот этот полумизм? Нет. Нет, наоборот, нам запрещают смотреть. Нет, ну здесь как получилось? Я прошла кастинг. То есть я ещё не знала, что я его прошла, меня утвердили. И я поехала в Лондон. Ну, я, в принципе, не собиралась этот спектакль смотреть, но я шла-шла-шла, гуляла с подругой и говорю, о, смотри, давай пойдём. Мы тут же купили билеты и вечером уже пошли. Вот, я, конечно, была в восторге. В восторге, хотя они играют немножко иначе. Они делают это более, ну, как бы технично так, без такого подключения, как у нас. Потому что в основном они работают в одном составе. И когда ты работаешь 33 спектакля в месяц с подключением, то можно сойти с ума. А у нас три состава, потому что все артисты хорошие, все задействованы в ведущих театрах Москвы. И невозможно играть постоянно, там, по 33 спектакля в месяц. А в январе и в декабре и того больше, там, почти что 40. Но я была в восторге. Я посмотрела. Но это, пожалуй, единственный спектакль, который я смотрела до того, как я играла в мюзикле «Чикаго». Я уже смотрела после того, как было «Чикаго». Настя, было когда-то такое, что настолько вжились в роль, в образ, что какие-то черты характера переносите в жизнь? Не знаю. Наоборот, наверное, происходит больше. То есть вы себя привносите? Я всегда, естественно, иду от себя максимально. То есть в каждом вашем персонаже там стоцка? Нет, не везде стоцка есть, конечно же. Есть и я, прежде всего. А дальше я беру что-то, предположим, от того, что я видела когда-то там в каких-то интонациях, жестах от моей, предположим, бабушки или мамы. Она у меня вообще жутко артистичная. Мне кажется, она была бы просто прекрасная артистка. Она любит все время что-то рассказывать. Она все это делает в лицах. Она прямо... То есть я в жизни... Ну, как-то вообще люблю вот так тихо посидеть, спокойно. Я коплю, видимо, энергию. Ну, то есть все же разные по темпераменту. Кто-то и в жизни любит там сидеть, рассказывать какие-то анекдоты, травить байки. Я вот включается камера, я как-то вот раз и оживаю. А когда нет, я как-то вот коплю. Да нет, вполне у себя живая была. Я сидела с закрытыми глазами, пила чашек. Сейчас, подождите, я пойду. Ну, то есть я беру откуда-то из жизни, из нормальных, какие-то лесные жители непонятные, какие-то наблюдения людей или родственников, или каких-то людей, которые вот мне больше всего запомнились. А вы в каком-то интервью сказали о себе, что вы такая ранимая, нежная. Прошло много лет. Нет, прошло много лет. А сейчас... Выглядит абсолютно оторвый такой, который... Сейчас какая Романа, и она совершенно сильная, уверенная и неранимая. Да? Ну, впечатление, да. Сейчас какая вы? Вот как вот вы бы себя характеризовали? Ну, не знаю, мне кажется, я разная. Как в песне Лолиты. Какая? Я и такая, я и сякая. Я вообще вот, ну, правда, я очень разная. И, честно говоря, это так утомляет иногда, потому что меня бросает в разные состояния. Ну, наверное, поэтому я и выбрала эту профессию, потому что я очень быстро могу включиться в разное состояние. Ну, это в моей природе, видимо, есть. Когда я была поменьше, я была более застенчива и неуверена. Сейчас, конечно, я много чего попробовала и поняла, о, это получается. Есть отдача. Люди для меня авторитетные, говорят, что это здорово. Но для меня важно это подтверждение. Ну, наверное, как для любого артиста. Но я очень сомневающийся. Каждый раз приступая к новой роли, я думаю, не понимаю, не знаю, щупаю. И постепенно, постепенно я прихожу, вот, вот оно, вот, и я потом... Конечно, самое уже вот это рождение происходит, когда ты на зрителя первый раз, когда ты слышишь реакцию, когда ты ее чувствуешь и слышишь все, ты понимаешь, туда, и уже становишься смелее, и это все развивается дальше и дальше, дальше, больше, больше, больше. Просто вот все эти проекты один в один, они тоже мне дали очень много, именно актерские, потому что, ну, это как, ну, как этюды в театральном институте, когда ты пробуешь наблюдение за артистом. Это все, ты наблюдаешь за человеком очень подробно и точно. Это все потом ты используешь в своих ролях. И свои состояния у артиста же тоже есть. Что-то происходит, но где-то на подсознательном уровне он за собой наблюдает со стороны. Это немножко даже в каких-то ситуациях очень цинично. Происходит, и ты себя фиксируешь. Ага, вот так оно происходит. Но очень подсознательно. У кого-то, наверное, более осознанно. Тут есть такие совсем артисты сумасшедшие, они всегда в процессе. Я немножко к этому проще отношусь. Я как-то дома, никто у нас не говорит о маме как артистке, у нас не выставлены мои премии, они у мамы где-то там аккуратненько или где-нибудь там за шторкой. Я обычный, нормальный человек. То есть дома я просто Настя. Просто Настя, скажите нам финальный вопрос. Вот год заканчивается. В уходящем году какое событие или какой день или какой спектакль был самым радостным, праздничным, который хочется запомнить? Был такой день в 2019 году? Самый радостный день? Господи, когда меня спрашивают, самое любимое блюдо, самый любимый город, самый любимый фильм, это для меня сразу... Я же весы, выбрать невозможно. Хорошо, что из 2019 года что-то запомнилось? Вот в 2019 год, в 2020 и в 2021 будут вспоминаться по какому событию, по какой премьере, по какой... Ну, конечно же, премьера... Слушайте, ну у нас премьера комедии о том, как бан грабили. Что у нас еще? Вот на этом... Подождите, кстати, еще, между прочим, я озвучила одну, одного из персонажей в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Я там и пою, и говорю голосом одного персонажа. Не скажу, какого. Пусть вот народ приходит, смотрит, наслаждается, слушает. Очень хорошей компании. Очень хорошей компании. И Григорий Лепс, которого, кстати, я изображала, и Филипп Киркорф, которого тоже изображала. Ну и много других наших потрясающих артистов первого эшелона. И вот мне посчастливилось работать. Я озвучила одного из персонажей. Я думаю, вы нашим зрителям... Много чего интересного. Мои дети каждый раз, каждый день меня радуют. Верочка, конечно же, прям активно заговорила в 2019 году. Это очень здорово. И запела, и затанцевала. Она вообще у нас такая кокетка. Может быть, будет артисткой. Посмотрим. Может быть, будет артисткой, а мы, может быть, сходим и посмотрим. Да уж сходите, посмотрите. Да, полумюзикл. После того, как мы его так вот пиарили в течение полчаса, мы просто обязаны. Я думаю, что наши зрители тоже. Огромное вам спасибо за эту беседу. Спасибо. Переходите к нам почаще. Спасибо, ура. Спасибо.